Ну что ребят, сегодня обсудим по каким ценам фиксировать альткоины, я разберу лишь несколько из них, потому что все разбирать это естественно много, я разберу основные, скажем так, стоячки рынка, если хотите, чтобы я какие-то разобрал еще, напишите в комментах, если кто-то спекулятивно опять-таки заходит, кто инвестирует им абсолютно, ну не то, что это видео не нужно, скажем так, ну нужно лишь отчасти, чтобы в будущем понимать по каким ценам фиксироваться. Ребят, уделите всего минуту своего времени проекту, что может значительно увеличить вашу прибыль скрипты. Мои хорошие знакомые из Реала, которых я лично знаю не один год, открыли замечательный проект, что дает очень хорошую пассивную прибыль. Они разработали собственный пул стейкинга на эфире, что дает от 5 до 7% прибыли ежедневно. Вложив свои эфиры в данный проект, они подтверждают транзакции с наиболее высокой комиссией в сети эфира. Данное вознаграждение идет в пул стейкинга, а пул уже данную награду делит с вами, причем большую часть от награды пул отдает своему вкладчику, то есть вам. Надежная и прозрачная система, которую я проверил лично своим вкладом, вложив в данный проект более 5,8 эфира на 12 тысяч долларов. Помимо хорошо продуманной системы, моим гарантом также является личное знакомство с основателями проекта, это серьезные люди, которых я давно знаю. Не упускайте отличную возможность приумножить свою крипту, такие возможности выпадают крайне редко, ими надо воспользоваться. Ссылка на проект в описании под роликом, когда цена опять сюда вернется, если они захотят это сделать. Индекс доллара в принципе болтается у нас в боковике, ничего особенного, доминация биткоина у нас просела, некоторые альты начали себя показывать, но опять же таки это не значит, что доминация не пойдет в рост. Здесь видно фитиль якобы такой фиксационный, якобы шартовый, да, ну посмотрим опять же таки, я не исключаю, что доминация потом пойдет вверх. Здесь тоже был, смотрите, фитиль такой шартовый, но после этого мы откатились, проконсолидировались и потом погнали еще вверх, то есть на 20% выше. Поэтому не надо этого варианта тоже исключать. Так вот, по поводу допустим доминации того же эфира, давайте глянем. Доминация эфира естественно растет, ну и давайте посмотрим основные монеты, то есть что стоит фиксировать. В идеале, конечно же, по биткоину надо было фиксироваться вот в этом диапазоне. Если же, в принципе, вы холдите в долгую, опять же таки еще раз повторяю, то фиксироваться смысла нет. Я бы даже если, ну то есть мы закупались вот здесь, да, в июне, там чуть-чуть в июле, и после этого вот здесь мы не закупались, то есть я ждал дальнейшего снижения сразу, потому что толпа слишком ждала от сезона, но ей дали вот эту веру, да, то есть ей сказали сначала одно, потом давайте, ребята, еще заходим, потом это, потом то, ну и соответственно подпитывает иллюзии хомячков. Так вот, если сейчас вы заработали 2x по биткоину, в принципе зафиксироваться, если вы спекулятивно заходили, еще раз повторяю, то зафиксироваться можно. Если же нет, если вы ждете, как и я, цели выше, то есть я бы, если даже закупался здесь, я бы не фиксировал. Почему? Потому что я жду в долгосрок, и мы не знаем, это бычий рынок будет, ну я считаю, что нет. Опять же таки, ну гадать я не собираюсь, вот, поэтому я не хочу потом заходить на росте, то есть поэтому просто холдить, это куда выгоднее стратегия. Да, мы можем в моменте наблюдать эти колебания, кто-то скажет, да, можно здесь купить, здесь потом продать, здесь потом перезайти, здесь потом продать, здесь опять перезайти. Ребята, это не работает, так делают все, понимаете, 99.99% людей. Зарабатывают ли они? Нет. Поэтому, ну кто зарабатывает, покажите мне свою статистику хотя бы за 2 года или за 5 лет, ну и тогда поговорим. Я более чем уверен, что вы ни хера там не заработали. Поэтому и работает ходл, вот, просто удержание монет. Так вот, и соответственно, ну, либо же долгосрочные инвестиции. Поэтому, если вы забрали 2 икса, в принципе, по биткоину уже можно зафиксироваться. Поэтому уже у вас хорошая точка, то есть 80% вы можете забрать. Если вы даже закупались вот здесь, то есть вы уже забрали там 60%, то есть это хороший профит, если вы заходили спекулятивно. Далее. Если эфир, то же самое, то есть эфир подходит к хорошему уровню, то есть его, видно, выше не ведут, цену выше пока что не пускают. Если вдруг, конечно же, могут через какую-то консолидацию тут набрать и потом дальше пойти вверх. Но, опять же таки, сейчас это, ну, я считаю, маловероятно. То есть уже должна быть скоро обманка ради того, чтобы потом пойти вниз и, наконец-то, разочаровать толпу. В принципе, в принципе, здесь можно было тоже 2 икса забрать. Давайте следующая монета, XRP. Если кто-то там закупался по 30 центов, я видел в комментах, ребята писали, что тоже пофиксировались. Ну, опять же таки, здесь можно посмотреть тоже около 50-60, может 70%. Понятное дело, если вы бы состояли в закрытом клубе, вы бы могли у меня спросить, Сань, стоит фиксироваться там, на какой свече, на каком росте и так далее. То есть я бы вам сказал, то есть практически выйти на хаях, это более чем реально. Поэтому, если кому интересно, присоединяйтесь. Далее. Ну, давайте BNB. BNB тоже хорошо отрос. В принципе, здесь, как минимум, тоже подошел к уровню сопротивления. Выше не пускают. Но, опять же таки, здесь пытаются нам, конечно же, показать. Вот у нас повышающиеся лаи, повышающиеся хаи. Типа, ребята, давайте, вот у нас этот канал. И обычно на обычном рынке он простреливается. Ну, тут идет какая-то возня, да, и потом бах, и простреливаем наверх, да. То есть и дальше идем. Если, конечно же, закрепимся за 360, то, в принципе, дальше от уровня к уровню будем идти. Но, опять же таки, в принципе, кто закупался, там вот здесь, условно, можно было забрать там уже 40%, 30%. Здесь можно забрать было около там 70% даже, кто закупался. Кстати, мы вот здесь на дне тоже подкупали в июне по там 220 долларов, по 200 даже кто-то умудрился купить лимитками у нас в клубе. Вот, поэтому давайте далее. Neo Qtum. Посмотрим, что Neo Qtum. Neo на текущем этапе тоже можно было хорошо фиксануться. Я, кстати, давал рекомендацию в закрытом клубе на вот этой свече. Кто не верит, 20 февраля и по GFT, кстати, монете тоже давал. Можете заглянуть, зайти в телевременную канал, пишите хэштег закрытый клуб. Я там это все отписывал и показал пруфы. Вот, два-два с половиной икса. В принципе, вы сейчас можете два икса забрать, если вы откупали донные отметки. Далее Qtum тоже хорошо себя показывал. Далее давайте глянем. То есть можно было здесь заработать тоже около сейчас 60% забрать. То есть пока тут идет разгрузка, у вас есть еще время разгрузиться и, соответственно, выйти из позиции падя кардана. Тоже, кстати, хороший момент для фиксации. Почему? Потому что выше пока цену не пускают. Как минимум здесь такой плотненький уровень, если его, допустим, подвинуть вот сюда. Ну, то есть видно, что мы четко в него упирались. И, соответственно, его тут пилят. И после этого я жду как минимум коррекцию, а то и овал. То есть вот здесь можно было тоже забрать около, там, считает двух иксов. Далее XLM. Давайте глянем. XLM тоже самое. Аналогичная почти ситуация, как по XRP. Тоже какой-то небольшой отскок. Но это значение особо не имеет. Давайте вот перейдем в раздел крипта. И посмотрим, что тут еще есть у нас. Ну, давайте Solana. Я думаю, многих интересует по Solana. Опять-таки, если вы закупались, тоже можно, видно, уперлись в уровень сопротивления. Обычно есть две теории, да, и две практики, о которых я слышал. Первое, это то, что чем сильнее и чем чаще мы, ну, вернее, чем чаще мы пытаемся пробить какой-то уровень, тем он сильнее. Это первый момент. А второй момент, чем чаще мы ударяемся в уровень, тем больше вероятность, что он когда-то пробьется. Вот. Я согласен и с той другой теорией, ну, и, в принципе, и практикой, да. Поэтому, если вы заработали, сейчас хорошая возможность это сделать. Может ли пойти выше? Может. Но, опять же таки, если вы ждете, что она там сходит на 100, на 200, там на 250, чуть ли не 300 долларов, ну, ребят, сейчас не будет рынок, поэтому это очень маловероятно. Поэтому расслабьтесь. По поводу Matic, тоже Matic тут очень долго возится. Если вы заработали, то есть вот здесь, там, вот здесь в идеале, конечно, вот здесь надо было фиксироваться. Естественно, ну, вы скажете по факту, это так понятно. Ну, тут было видно, во-первых, тоже, видите, запил уровень, как у Ады Кардана. Поэтому, тут, в принципе, можно хорошо уже фиксироваться, хотя бы частично. То есть, опять же таки, решение вы сами понимаете. Мое мнение, я просто холдил бы в долгую, да и все. То есть, даже если оно просядет, окей, просто вливайте стейблы извне, те монеты, которые закупили, держите. И после этого ждите дальнейшего роста на бычьем рынке, там, через год-два, условно, да. Вот. Почему такая стратегия? Потому что вы никогда не знаете, когда этот разворот начнется и бычий рынок, понимаете. Он может начаться в любой момент абсолютно. И те, кто фиксировались, ребята, те, кто фиксировались вот здесь, вот, в марте они там купили матик, думают, ого, я купил матик по одному центу. Вот здесь они продали и думают, я лютый трейдер, там, заработал 3-4x, или там, вот здесь 15x, думаю, ого, а он еще потом попер, понимаете. То есть, хотя здесь было видно, что здесь был донабор, да, выкуп, и тогда бычка уже была, понимаете. То есть, тогда уже был 21 год, февраль, тогда как раз активная бычая фаза пошла, там, доминация биткоина начала падать, и после этого все улетело. Но давайте я вам даже покажу. То есть, откроем доминацию биткоина и посмотрим, что тогда происходило. То есть, если вот глянуть, вот у нас как раз-таки февраль, январь, февраль, видите, доминация просто камнем упала весной, и пошел лютый альцезон. Но люди за этим-то не следили, ни за доминацией, ни за тем, что биткоин там в боковик ушел тогда. То есть, и после этого, конечно же, у людей разочарование, фома там и так далее, жадность, страх, что вот я там недозаработал. То есть, кто-то здесь фиксировался, кто-то здесь, хотя можно было просто держать и все. То есть, понятное дело, ты не знаешь идеальной точки входа, и частями хотя бы надо фиксироваться. То есть, по матику, кстати, мы вот здесь заходили, хорошая база была, то есть, накопительная, и после этого мы заработали хорошие иксы. Вот, поэтому, то есть, и естественно, то есть, те, кто фиксировали здесь или по биткоину, то же самое, они там покупали тут условно по 5 тысяч, продавали по 10-12, и после этого цена улетала и улетела на 60. Представьте, какой у них фома. Но они хотели перезайти ниже, понимаете, перезашли они ниже. Да, конечно, нет, они потом заходили на гости. Вот и все. Поэтому, ребят, единственная стратегия это холдить. Опять же таки, альты, естественно, сейчас фиксирует либо нет, дело каждого. Я холдив долгу и не паю мозг. Понятное дело, что некоторые альты не доживут до конца медвежки и до начала бычего рынка. Почему? Потому что, ребят, ну на любой медвежке какие-то альты скамятся, но невозможно так, чтобы бесконечно это было. По поводу арбитра, многие спрашивали, то есть, да, тут тоже была хорошая база, но здесь проект сырой, то есть, в каком плане? То есть, истории на графике нету, то есть, особо тут ничего не скажешь. Да, было накопление, вы скажете. Ну, опять же таки, это накопление, если бы сейчас рынок резко рыпнулся вниз, и доминация биткоина поперла, оно все укаталось вниз. И до жопы вот эта вот консолидация, вот эта база и накопление, понимаете? Поэтому сейчас, кто хотел зафиксироваться, есть у вас возможность забрать 50%, я бы фиксировался в идеале всей позиции. Если кто хочет оставить, ну, фиксаните хотя бы половину. Вот, мое мнение. Ну, в идеале, конечно, выходить, потому что смысл сидеть и холдить, и надеяться на манну небесную, что сейчас там все попоет. Ну, не попоет, ребят. Поэтому по поводу Аптоса, ну, кто-то скажет, что тоже какая-то база якобы есть. Ну, имейте в виду, что тоже вот это вот все накопление, оно, конечно, может быть во что-то и выльется, но нужно иметь в виду, что сейчас мы вполне можем сходить до вот этого уровня в 7,5 долларов, и потом уже, может быть, показать какой-то отскок, ну, хотя бы куда-то вот сюда. Поэтому здесь вот это накопление может быть так и разгрузка, понимаете? То есть, и здесь за накопление можно взять все, что угодно, потому что на медвежке это все очень опасно. Кто хотел, я давал точки фиксации здесь, я давал точки фиксации вот здесь, там вот здесь. То есть, можно было фиксануться, офигенно заработать. То есть, и вот здесь я говорю, ребят, мы не пойдем, скорее всего, ни на какие, ни на 30 долларов, ни на 50, ни на 100. Поэтому то, что вам там блогеры рассказывают, видите, как они затихли по поводу Аптоса почему-то внезапно, да? Потому что не пошел он, как они думали. Вот, опять же таки, сходит ли? Ну, может сходить, но на бычьем рынке. Плюс там и разлоки, я напоминаю, если кто забыл. Вот, по поводу экосистемных проектов, да, как их любят назвать. В принципе, да, понятное дело, в идеале надо было здесь выходить, на вот этом вертикальном движении. Но если кто хотел, можно, в принципе, выйти сейчас, потому что Фантому забрать у нас около, получается, там 3х иксов. По Эваленчу, в принципе, рост продолжается. Видно, что выкупают. В принципе, дотянуть он может до... Сейчас покажу, какого уровня он может дотянуть, в принципе, до вот этого. Так, до вот этого, ну вы поняли. В общем, до вот этого уровня, то есть он уже к нему подошел. Поэтому, ну, тут такая двоякая ситуация, понимаете? Если он, конечно, его пробьет, ну, то, что вы тут заработаете лишние 2 доллара, я не думаю, что вам прям зарешает, понимаете? То есть, вот эта жадность, она ни к чему не приводит. По факту, вы ждете, ждете, можете потом переждать, и после этого цена может показывать сейчас выкупа, потом бах, и укататься, понимаете? Поэтому тут ликвидности еще очень много вот здесь собрано, поэтому, ну, лонговой. Поэтому лучше тут не жадничать и фиксироваться, если вы заходили спекулятивно. То есть, вот здесь к уровню сопротивления 2XA уже можно было забрать. По поводу, допустим, остальных экосистемных, давайте глянем. Allerond. Ну, Allerond особо себя никак не проявил. Вот здесь можно было выйти. Allerond, кстати, укатался тоже жестко. Ну, то есть, тут особо ничего такого не происходит. Допустим, многие спрашивали, кстати, что там по Таралуне. Ну, давайте глянем. Ничего, накопление стоит на месте. Кстати, она, на удивление, вообще себя никак не показывает. Luna C, если глянуть, Luna C тоже ничего особенного стоит в боковике. Кто-то может сказать, это накопление. Ну, если глянуть к BUSD, допустим, ну, давайте глянем. То есть, в принципе, накопление имеется, но, не знаю, опасно в нее заходить. То есть, монета сама себе непонятная. То есть, выстрелить может, но как высокоисковый щиток. И имейте в виду, что вот здесь, да, была тоже такая база. В принципе, если кто-то хочет зайти побаловаться, ну, ребят, полпроцента от депозита, ну, 1% это потолок и то. Ну, то есть, что вы тут заработаете? Ну, не знаю, пару иксов, то, что она там прям сходит на перехай, не знаю, для меня сильно сомнительно. То есть, тут уровней дофига, на самом деле, в которые она может опереться. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что она там прям улетит в лютый тузмун. По поводу еще каких-то экосистем у нас, что там, Солану я, в принципе, назвал. А, Дот еще, да, Космос, Дот. Ну, по поводу Космоса, здесь надо было фиксироваться. Здесь у нас слишком опасно, и мы видим, да, у нас ХАИ понижаются. То есть, и, в принципе, пока что пытаются выйти якобы из этой нисходящей базы, но пока что слишком сомнительно. Вот, по поводу Дота, кстати, кто хотел, можно было, да, выйти здесь. Здесь, смотрите, четко пробили вот этот уровень, прям уперлись практически тик-в-тик. Можно даже заметить, и он очень четко прошился. То есть, вот здесь можно было даже лимитку поставить чуть ниже уровня, либо в уровень даже, и забрать. Поэтому, хотя обычно четко уровень не дают. Пытаются закрепить, но, как минимум, здесь были фитили на фиксацию, и пытаются показать выкуп, но видно, что цену пока выше не пускают. Поэтому имейте в виду, если кто хотел фиксануться, в принципе, дотянуть могут, да, тут запас хода еще имеется до 8 долларов, но, опять же-таки, лучше тут не жадничать. В принципе, что... Ну, такой посмотреть, шиба и доги, да, меня многие спрашивают. Ну, по шибе и доги ничего особенного, то же самое здесь. Ликвидность, то есть, картинка, как видите, одно и то же. Вот это поджатие, и вот это все очень легко может потом побыться. А, нет, протокол, точно, давайте глянем. Ну, в общем, напишите в комментах, какие монеты хотите увидеть, которых не было в данном ролике. Поэтому... И здесь, в принципе, можно было забрать тоже около пары иксов, даже 2,5 почти. Ну, а по поводу доги, в принципе, кто хотел, можно было заработать спекулятивно на пампе от Илана Маска, да. Но, в принципе, на вот этой свечке можно было выйти. Или на вот этом пампе тоже, я говорил, ребят, выходите все котлеты. В принципе, давал рекомендацию, кстати, даже короткий ролик записывал на этот счет. И можно было выйти, в принципе, и забрать около 2,5 почти 3 иксов. Поэтому сейчас, ну, не знаю, сомнительная такая тема, заходить. И, тем более, локальные хаи, здесь, как минимум, уперлись, мы в уровень такое сопротивление. Поэтому, ребят, лучше воздержаться и не лезть. Но, в принципе, все, я думаю, на сегодня хватит. Ну, давайте лайткоин еще глянем. Да, а, еще по старичкам. Ну, давайте, ладно, закончим со старичками. В принципе, я думаю, на этом все. По поводу лайткоина, локальные хаи, опять же таки, видите, возят вот этот уровень. То есть, вот эта ликвидность однозначно будет собрана. Видите, как вот это было собрано. И вот это все, вот это все, потом мы полетим камнем сюда. Вопрос лишь когда и когда биткоин будет укатываться. Поэтому показывают, что якобы вот у нас там лаи повышаются, хаи сейчас тоже якобы повысятся. Типа в преддверии халвинга. Но нужно иметь в виду, что если вы уже хорошо заработали, в принципе, спекулятивно, кто заходил еще раз, не в инвестиции, то 2,2 икса можно уже забрать. По поводу там биткоин кэша многие спрашивали и остальных монет биткоин кэш. То есть, тут имеется тоже накопление. Но здесь мы возимся и видно, что такие голова-плечи у нас формируются. То есть, вот у нас голова, вот у нас плечо и, соответственно, здесь еще одно плечо какое-то. Ну и, в принципе, я бы ждал бы какого-то укатывания, вероятнее всего. То есть, может ли прострелить? Может, но, опять же таки, это если все-таки дадут какой-то альтсезон. Не знаю, я пока не особо в него верю. Но это мое мнение, опять же таки, кто-то может считает, что прям он 100% будет, но окей. То есть, здесь тоже какие-то голова-плечи вырисовываются. Если по поводу анонимных монеток, ну давайте глянем Zcash, тут же самый тоже показывает какой-то отскок. То есть, пока ничего особенного тут фиксировать особо-то и нечего. Вот, по Dash тоже. Тут, в принципе, что-то похожее вырисовывалась вот эта база фиксационная. Ну и после этого здесь опять повозили. И до свидания. По поводу, что там еще Манера. Манера вообще на одном месте стоит, я не понимаю, его удерживает и вообще никак не пускает никуда абсолютно. То есть, его ниже 120 долларов, видите, его просто возят в этом коридоре и не пускает вообще никак. Вообще никак не отпускает и не дают ему ниже пойти. То есть, его, ну то есть, он даже от хайов скорректировался всего лишь 60%, но все равно цену люто удерживает. Поэтому не знаю, с чем это связано. Поэтому имейте в виду, что монета сильная на данном медвежьем рынке. В принципе, все, что я хотел... А, аудио, меня спрашивали еще. Ну, по аудио надо было в идеале вчера фиксироваться. То есть, кто хотел, тот сделал это. Если можно было сделать, то есть, уже около 4х можно было фиксануться даже около... Ну да, около 4х на пике. Поэтому здесь я бы не сказал бы, что какое-то лютое накопление. Тоже ситуация такая сомнительная. И я думаю, больше шара и шартыска, и все, побыли. Вот и все. Поэтому имейте в виду. И, кстати, мы могли просто сходить за ликвидностью, которая у нас была вот здесь. Которая была вот здесь. И, соответственно, вот у нас был уровень. Поэтому вполне вероятно, мы за ней и сходили вот здесь. Кстати, да, вот мы ее и побыли. И закололи вот сюда те, кто шартили данную монету. То есть, они ждали, что она, наверное, будет укатываться вообще тут дно. Но, как минимум, этого не произошло. Поэтому данную монету, естественно, я бы ждал бы коррекцию. И сейчас заходить уже смысла никакого не имеет. Кто захотел, тот заработал. В принципе, я ее в закрытом клубе рекомендовал. Но, опять же таки, мы закупали ее как высокий риск. В долгосрока еще будем закупать. Поэтому, в принципе, я думаю, на сегодня хватит. Проект, который я лично проверил своим вкладом в 12 тысяч долларов. И дающий от 5 до 7 процентов ежедневной прибыли. Это отличная возможность приумножить свой капитал. Ссылка в описании под роликом. Если было интересно, полезно, пишите в комментах. Соответственно, либо какой формат вам бы больше приглянулся. А, по поводу Чилиза. Давайте еще посмотрю. Меня спрашивали, что по поводу Чилиза думаешь. Глянем его. Ну, то есть, тут пока ничего особенного. То есть, какая-то база, похоже, вырисовывается. Но, кстати, похожий график чем-то на матику. Давайте сравним. Просто один в один даже. Локально. Смотрите, вот здесь вот эта та же самая ситуация. Здесь то же самое. Поэтому, что она может подняться? Но, если закрепится за 14 центов, в принципе, запас хода у нее до 17-20 центов. Поэтому имейте в виду. Но, заходить сейчас на пробой, не знаю, такое себе. Поэтому, имейте это в виду. И, соответственно, фан-токены и вот эта вся тема тоже очень высокоисковая. Поэтому, в целом, такие мысли, ребят, такие дела. Пишите в комментах, какие монеты обсудить, какие цели. И, соответственно, какие цели у вас, может быть, по монетам будете фиксироваться, не будете. Либо ходите в долгую, как и я, и фиксироваться не будете. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok